Да уж, Батина судьба не научила тому, что сидеть на нефтяной игле плохая идея, уже не раз цена за баррель опускалась до отметки, при которой моя экономика должна была рухнуть. Спасибо холопам, с которых можно чё-то содрать и возместить убытки. Но у них карманы тоже не резиновые, надо чё-то с нефтью решать. Так, кто у нас там главный по ней на мировом рынке? Иранчик-то ведь в контрах Саудовской Аравии, долбани побраски по его крупному нефтяному объекту. Ах, нафига себе просьба, хотя почему бы и нет, мы ведь с тобой давние союзники. Союзники-то союзники, но всё должно выглядеть так, чтобы я был не при делах. Как скажешь. Только сразу не долби, надо заранее акции нефтяных прикупить. Пора спонсорскую поддержку отрабатывать, вот этими беспилотниками долбанёшь по Саудовской Аравии. Нефть всему голова, наша главная кормилица. Кому я, блин, мешаю, что мне так добычу сократили? Надо же, схема работает, хоть ненамного, но нефть подскочила в цене. Может замутить ещё одну гибридную войну, глядишь, до сутки за баррель дойдёт, а я стану полным нефтяным монополистом.